Здравия желаю, уважаемые подписчики! Сегодня попробовал импульсно-реактивный БТГ из мотора стиралки. Состоит мотор стиралки на одной катушке. Видите, одна катушка отцеплена. Вот провода. Маленький генератор тока на 30 Вт. Генератор тока на 30 Вт. Шрим-контроллер. 4 кВт мощность. Приделы, значит, подкрутки до 13 тысяч килогерц от 10 до 230 Вт переменного тока. Реле Амрон. Значит, реле Амрон установлено. Работать. Водозик. Придается импульс 1,1 секунды. И горит 6 лампочек. Светодиодик. 6 штук. По 5 Вт каждая. Видите, реле работает. 5 секунд стоит. Одну десятую работает. Напряжение. 8,50-8,20. Состоянием 8 считаем. Лампочки не затухают. Хотя перерыв 50, 50 раз. Интервалы 50 раз. Вот напряжение падает. 8,50-8,15 минимум. То есть, там буквально 10-15% всего потеряно прижиме. Видите, 8-18,8,50-8 минимум. 8,10-18,15. Ну, поставим напряжение 8. Напряжение 8. Значит, ваттеры стиралки 15 тысяч оборотов. Генератор 35 Ватт и 30 тысяч оборотов. 6 лампочек, 105 Ватт за 12 Вольт. Шил. Реле. А сейчас... Значит, результаты. Вот они написаны. 34 Ватта потребления системы. Вот этой. 34 Ватта. Выход одноразовый 20 Ватт. Ну, это понятно условно, но мы сравниваем, ребята. Но выход идёт 51 раз. Почему 20 Ватт? Потому что в среднем 8, а должно быть 12. То есть, в полтора раза при 12 Ваттах мощность... При 12 Вольтах мощность лампочек составляет 30. При 8 мощность лампочек составляет 20. Это всё проверено. Напряжение прямо пропорционально силе тока. Это даже ОМ вам говорит. То есть, закон ОМ об этом говорит. Напряжение прямо пропорционально силе тока. И тут-то показано. То есть, выход 51 раз. Потому что у нас работает... 5 и 1 десятую секунду работают лампочки. И всего 1 десятую секунду подаётся питание. Которое берёт 34 Ватта за 1 десятую. Таким образом, мы получаем... КПД, значит, 1020 Ватт, разделенное на 3000. КПД системы 3000. А теперь проверим ещё... Это ещё мало, ребята. Кроме КПД реального, что на выходе... Мы ещё... Промерим сейчас на электронном счётчике систему. И посмотрим обратный ток. Каков обратный ток системы. То есть, включим опять на пару минут. И проверим обратный ток. Итак. Включаем уже в электронный. Вот сюда. В электронный. Вот это у меня включается в этот счётчик. А эта розетка только на электронный. Чтоб не путали. Включаем. Как видите, сейчас покажу. Обратный ток. Системы 900... 915 Ватт. 800... 800... 700... 300... 800... 800... 64... 800... 800... Максимально на 900, минимально 300. 900 прибавляем 300, 1200. Делим на 2, 600 Ватт. 600 Ватт при этом ещё отдаём... Постоянно в сеть. 600 Ватт. Итого у нас КПД общий получается, ребята. Вот такой. Смотрите. 600 Ватт в сеть. Сеть. Реактивный ток. Так. Итого. Смотрите, что получается. 1020 Ватт... 1020 Ватт мы имеем на выходе. Плюс 600 Ватт. Отдаём в сеть. Итого... 1620 Ватт... А потребление у нас 34 ватта всего. Видите, 34. Разделим на 34. Помножим на 100. Итого КПД системы 4764%. И это не сказка, а быль. Все это вы видели своими глазами.